Всем привет! Меня зовут Александр, это Татьяна, и вы смотрите наш агроблог. Тань, что такое? Мы уже начали. Всем привет! Меня зовут Александр. Меня Татьяна. И вы смотрите наш агроблог. Просто агроблог. В котором мы будем рассказывать просто о таких сложных и непростых вещах, как, например, сельское хозяйство. Минимум политики, никакой чернухи. Все просто. И вот сегодня мы находимся в хозяйстве Николаевска. От Брянска это примерно 150 километров, уже совсем немного до границы с Белоруссией. Именно сюда, в эту глушь, приехали из Москвы ступруги Владимира Валентина, чтобы разводить гирефордов. Ну, я как раз-таки про эту породу искала немножко, потому что... Я думаю, что мы о породе скажем чуть-чуть попозже. А для начала попытаемся выяснить у этих замечательных людей, каким ветром их сюда принесло. Мы отсюда родом, поэтому нас не заносило сюда. У меня здесь родители моих родителей жили. Потом я живу. Теперь я живу, вернее. То есть вы знали, куда вы ехали, в какую глушь? Здесь нет глуши. Здесь самый центр. Свою сельхоздеятельность московские предприниматели начали в селе Луговец пять лет назад с семи голов чистопородных гирефордов. Их привезли из Калужской области. Потом покупали еще в Челябинске, в других регионах. И сегодня у фермеров более двухсот таких белоголовых бычков и коров. Это было действительно осознанное решение по выбору мясной породы. Потому что мы изучали все породы, которые существуют. Самое распространенное их несколько. Вот почему для фермера, особенно небольшого, лучше заниматься гирефордом. Потому что гирефорд дает максимальную норму прибыльности для малых и средних хозяйств. Ангуз хорош для больших хозяйств. У него свои плюсы есть для масштабных хозяйств. Там от, скажем, пяти-десяти тысяч голов. А до тысячи голов лучше заниматься гирефордом. Это более выносливая порода, более устойчивая к болезням порода. И плюс самая высокая рентабельность это по гирефордской породе на небольших масштабах. До тысячи голов. Это иррациональный ответ. То есть все просчитали. Да, а эмоциональный ответ, потому что или на черное смотреть, или смотреть на такую красавицу. Вот она яркий представитель расцветки гирефордской породы. Ну вот теперь уже можно и про породу. Так, гирефордская порода. Британская мясная порода крупного рогатого скота. Первое упоминание этой мясной породы коров относится к 1846 году. Гирефордов выводили сильными, чтобы использовать как тягловых животных, нетребовательными к кормам с большой мышечной массой, способными нагуливать вес на одной траве. В СССР крупная популяция животных этой породы была создана селекционерами Сибири в 70-е и 80-е годы прошлого века. Порода адаптируется к холоду, жаре, жесткому климату. На крупных фермах гирефордов любят еще и за устойчивость к инфекциям, скороспелость и плодовитость. А еще заводчики отмечают, что скот гирефордской породы дает дорогостоящее мраморное мясо ресторанного качества. От советского колхоза фермерам досталось вот это здание фермы. Но восстанавливать его и ставить туда скот не стали, потому что гирефордам капитальных коровников не нужно. В любую погоду они прекрасно чувствуют себя под открытым небом. Так, по крайней мере, местные говорят. А ветеринарное обслуживание такое же, как и для молочного стада. Им только что нужно. Одно единственное, была подстилка, снег идет, ничего страшного, дождь идет. Они просто, чтобы была хорошая подушка. Подушку делаем с соломы. Подогревается, они лежат спокойно, никаких эксцессов. Теляются, тоже самое на улице. Если даже их загнать в сарай и кормить на привязи, мраморного мяса не будет фактически. Там будет, может, килограмм какой-то, все это само. А за счет того, что они на улице постоянно, у них растет это мраморное мясо. А еще нам сказали, что это те коровы, которых не доят. Молоко у них, конечно же, есть и очень даже жирное. Но мало, поэтому хватает только теленку. Кроме чистопородных гирефордов, держат здесь и 300 голов помесного скота. Экспериментируют фермеры. Вот, например, что получилось у них после смешения генетики швидской коровы с быком британской голубой породы. Явный мясной тип. Осеменение тут искусственное. Дело непростое и дорогое. Одна доза семени стоит 20 тысяч. Но нам сказали, что только так можно достичь довольно высокой цели. Создать лучшее в стране маточное стадо гирефордов. Зачем? А просто не хватает в России сегодня чистопородного молодняка этой породы, чтобы развивать производство мяса в небольших хозяйствах. Мы своих коров осеменяем, и тёлочек осеменяем лучшими быками мира. Топ-100. Это обязательно. Вот таких вот сосудов Дюара к нам привозят семя. И мы осеменяем. У нас начинается с марта месяца. Март-апрель. Два месяца. Вторая программа, которой мы занимаемся, это эмбриональная программа. Мы вымываем эмбрионы из самых лучших из лучших коров. У нас 5 голов под этой программой. И замораживаем также вот в другом сосуде Дюара. Там у нас хранится банк эмбрионов. Эмбрион, который чистопородный гирефорд, мы его можем транспортировать в любую корову полвесных пород. И таким образом мы от них получаем уже чистопородные животные. Оказывается, по этой технологии можно получить от каждой коровы в месяц 5-6 жизнеспособных эмбрионов. Прямо здесь вот у нас хранятся эмбрионы, ждут своего часа. Когда мы их будем трансплантировать. Ну это же крошки-то, мы их не увидим же, да? Конечно, нет, это только микроскоп можно увидеть. Маленькое зернышко. Да. После того, как вымыли эмбрион, мы его под микроскоп. Из 10-12 эмбрионов, как правило, жизнеспособных половина. И вот мы их сюда, и они хранятся. У нас первый опыт был 15 эмбрионов. Мы трансплантировали их, и уже получили 2 келенка. То есть у вас уже есть такой... У нас уже... Бегает первый результат, можно сказать. Да, да, уже бегает первый результат. И сейчас мы продолжаем вымывать, и начнем в марте уже трансплантировать эти эмбрионы. А вот и они, те самые телята из пробирки. По теории, они уже должны включаться в технологический аграрный процесс, если просто в производство мяса. Бычку, например, за полтора года надо вырасти килограммов до 800-900 веса. Для этого его нужно хорошо и правильно кормить. 7-8 месяцев на подсосе, потом отнимаем бычков, ставим, ну в идеале, да, технологии, ставим на откорм. 12 месяцев кормим, и всех на убой. Потом опять новые подходят, 8-месячные, опять их ставим. Вот такой должен быть круг технологии на откорме. Но в Николаевском, как мы уже узнали, откормом заниматься и не планируют. Поэтому и кормят животных тут не на убой. Другая диета у этих коров, специфическая. А вообще, какой идеальный корм для Герифорда? Идеальный корм сено, конечно, для коровы, как всегда. И сенаж. Мы высеваем овес. И овес мы готовим в сенаж, в рулоны. Или же в сено. Там тоже есть из овса сено и рулоны тюков. Маточного поголовья массу набирать не нужно. Потому что корова должна быть в хорошей спортивной форме. Должна быть всегда подтянута и здорова. И принести хорошее потомство в виде теленка. В перспективе, говорят фермеры, в хозяйстве должно быть 70 голов маточного поголовья. И на каждую необходимо полтора гектара пастбищ и сенокосов. Зачем вам в вашем хозяйстве, кроме этих прекрасных коров, еще и другие копытные лошади? Но без лошади никуда. Потому что лошадь... А не лошадь-то кто дал? Ковбой. Ёлки-палки. Это кобыла. Зовут ее Рада. У нас 11 кобыл в хозяйстве. Они нам нужны для того, чтобы... Во-первых, это ковбои. Обязательно, как мясное стадо без ковбоя. Эта лошадь нужна обязательно для того, чтобы загонять стадо. Выгонять на пастбище. Возвращать в стадо с пастбища. Загонять их на ветросколы на пастбищах. Полевые ветросколы у нас есть, где мы проводим обработку животных летом. Естественно, ковбои только можно загонять в стадо. Местные мглинские ковбои. Наши луговецкие ковбои. Естественно, мы обучаем лошадь работать с коровами. Потому что это специальные лошади, которые должны быть обучены. Которые должны понимать, что они должны делать. Как загонять? Чтобы коровы тоже слушались. Когда идет загон стада. Но понимаете, мы здесь видим на ферме небольшие гурты. А когда стадо в 300 голов на пастбище. Их нужно собрать, направить. И решить свою задачу загона для обработок. Или возврата на ферму. Вот для этого нужны. Они необходимы. Без них никуда. Да, капитальных ферм Деррифордам не нужно. Но животноводам обязательно нужно помнить, что нужны вот такие треугольные загоны. Ветеринарный раскол называется. Коридор, через который прогоняется стадо. Там накопитель перед коридором обязательно. Треугольник тут самый. Треугольник, да. Это накопитель. И потом животные по одному выстраиваются в ряд. И здесь ветеринарный врач проводит обработки. Это уколы, вакцинация. Просто осмотр. Осеменение тут же проходит. Все манипуляции, которые мы делаем с животными, проходят в этом коридоре. В этом расколе. Палочки вдевают спереди, сзади сама. Она стоит спокойно. Делай, работай, что хочешь, делай. Да. Вот для этого это обязательное сооружение для любого животновода. Вот это все, покупка скота, генетика, заготовка кормов требуют затрат. И, как мне кажется, это очень большие деньги. А они вернутся? Конечно, это не растеневодство. Да, там весной посеял, вечером убрал, как говорится. Да, но при помощи современных технологий, как искусственное осеменение, как получение эмбрионов. Ну, три года минимум. Три года минимум, но это быстро. По меркам бизнеса это быстро. Это не 10 лет, как любое промышленное производство. Сельское хозяйство инвестируем 2-3 года. Через 3-4 года начинаем получать доход. Или говорим, а зачем мне это надо, так брошу я эту жизнь. Нет, тут надо смотреть программу, потому что любой бизнесмен, который занимается бизнесом, он прекрасно понимает, на что он идет. Он должен понимать, что 3 года от инвестиций это минимальное количество времени. Это считается быстро. То есть, получается, здесь надо планировать, да, и тогда все будет просто? Конечно. Все будет просто. Хотя это не просто. Таня, ну ты же первый раз в подобном хозяйстве, да? Да. Просто да. И вот как все это тебе? Какие впечатления? Очень интересно. Видно, что здесь основательно занимаются вопросом животноводства. И в принципе, за день стало понятно, что животноводство это очень даже непросто. Да, это тема, к которой мы можем возвращаться снова и снова. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за обновлениями. Это уже просто. Просто агроблог. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!